друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях которые влияют на динамику финансовых активов не забывайте подписываться на наш youtube канал о маркет составляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставите лайки также напоминаю что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный telegram канала маркет с торговыми идеями которым каждый день мы постим дополнительный аналитический контент конкретные торговые рекомендации вам в помощь сегодня поскольку у нас понедельник в 16.00 по московскому времени я проведу еженедельный традиционный вебинар правильный понедельник тему которого предлагаю определить вам я предложу несколько тем на выбор в нашем telegram канале проведем традиционный опрос а та которая наберет больше всего голосов а станет основной в ходе моего предстоящего выступления я думаю что будет интересно друзья практически в этом уверен поэтому обязательно найдите время чтобы подключиться к прямому эфиру потому что будет возможность задать вопрос ну что ж эта неделя которую без привлечения можно назвать супер недели куча фундаментальных отчетов заседания европейского центрального банка заседания банка англии заседание фид резерва заседания опек очередная встреча участников аналитического а пакта чтобы оценить текущее соотношение или подобие баланса спроса и предложения ну и конечно же на этой неделе поскольку еще начинается новый месяц нас ждет а блок данных по американскому рынку труда всем известный релиз но он фарм параллс в пятницу поэтому скучать не придется владельцы точно поставит рекорды этого года нужно быть готовыми к этому друзья поэтому контролируйте риски следите за загрузкой депозитов это очень и очень важно ну давайте посмотрим как мы начинаем эту неделю индекс доллара 101.63 особо каких-то изменений не произошло причем если говорить про фундаментальную поддержку прошлой неделе честно говоря было очень много отчетов хороших это ввп заказы на товары длительного пользования первичные заявки на пособие по безработице личные доходы расходы мичиганский индекс потребительских настроений на всем этом многообразие релизов которые в принципе позволяли нам взглянуть на американскую экономику с разных сторон можно было бы рассчитывать на то что индекс доллара сможет выйти на локальный максимум этого не произошло сделали вывод еще в конце прошлой неделе что скорее все участники рынка уже фильтруют все вот эти второсортные эти сортные отсчеты поскольку хотят дождаться непосредственно заседания федрезерва и услышать непосредственно от главы американского регулятора джерома паула что будет с монетарной политикой в будущем причем все уже закладываются под то что ставку повысит в этот раз на 25 байсных пунктов и само фактическое решение поставки уже никому не интересно я согласен с тем что наибольший интерес вызовет пресс-конференция поскольку паулу придется ответить на вопрос относительно того что фрес будет делать с учетом все еще высокой инфляции после марта в середине этого года концу этого года многие кто хочет активно и дальше продавать доллар конечно же рассчитывают и надеются слышать от павлом комментарии о том что фрес уже близок к завершению очередного этапа повышения ключевых процентных ставок и может быть где-то там в куларах думает о начале смягчения монетарной политики но я уверен что таких комментариев не будет друзья потому что фрс все же предан идее победить инфляцию для того чтобы ее победить нужно не только повышать процентную ставку ну или ладно хорошо признаем на каком-то этапе фрс может взять паузу но это пауза может затянуться на многие месяцы вплоть до 2024 года и все равно в этот период времени ставка будет оставаться высокой я пока не знаю а фактически в марте уже какое финальное решение федрезервам будет принято но на текущем этапе мы ждем как минимум еще повышение ставки на 50 базисных пунктов и на этом фоне я полагаю что индекс доллара ранее уже комментировал это рано списывать со счетов и допускаю что в рамках этой неделе индекс доллара сможет снова прорваться выше сопротивления 102 пункта но это будет уже после пресс-конференции это будет уже вечером в среду и даже с переходом на торговую сессию четверга до этих пор я предлагаю поработать с нашим набором инвест идей которые прекрасно себя отрабатывали в последние недели на которых мы неплохо заработаем это рынок нефти бренд 8619 сейчас хорошие данные приходят из китая по ситуации с к видом количество тяжелобольных видом снизилась почти на 73 процента количество летальных сходов сократилось на 80 процентов вроде бы как удалось и загасить дальнейшее распространение инфекции а значит будучи оптимистами мы можем ставить на то что последующее восстановление экономической активности в китае будет способствовать более высокому спросу на сырьевые активы китай всю прошлую неделю был фактором поддержки для рынка нефти поскольку кита это надежда на то что мировая экономика вернется к траектории роста и это потребует и обеспечить соответствующие аппетиты потребления в том числе и их углеводородов на этой неделе заседание опек поскольку участники аналитического пакта будут придерживаться снова тактики и политики экономической целесообразности конечно же мы понимаем что они не станут менять уровень нефтедобычи поскольку заинтересован в том чтобы цены подросли еще выше и мне кажется что своим бездействием опека просто создаст условия при которых бренд уйдет в район 100 долларов за баррель мы должны быть к этому готовы и соответственно должны находиться в этих длинных позициях европейская валюта против доллара 1 0 8 76 сейчас котировки мы не достигли цели 1 10 поэтому на эту неделю все-таки цель достичь планки 1 10 и там уже фиксироваться поддержку евро оказывает то жесткий комментарий представитель европейского центрального банка на прошлой неделе члены управляющего совета и цб яхим нагель и габриэль маклов подтвердили что повышение ставки продолжится не только в ближайшие пару месяцев но и скорее всего до конца этого года потому что также и цб крайне замотивирован чтобы победить инфляцию и пока у нас сохраняются спекуляции того что повышение ставки темпы повышения ставки европейского центрального банка будут опережать темпы повышения ставки федрезерва я думаю что евро можно будет поддержать в ряду длинных позиций золото 1933 доллара за трость концу два главных аргумента почему золото нужно дальше покупать это индекс хроничных настроений кайман 70 процентов трейдеров самая актуальная информация шартит идем против толпы и последний отчет американской комиссии по торговле товарами фьючерс mcfc показал что общая спекулятивная позиция лангов по этому инструменту со стороны институционалов достигла 158 тысяч друзья последний раз когда мы видели такой интерес к золоту со стороны реально крупных денег золото котировались поближе к двум тысячам долларам за трость концу наша цель первая друзья 1950 я предлагаю на нее пока и ориентироваться доллар иена снижается 12954 большое спасибо токийскому индексу потребительских цен на счет по инфляции который вышел в пятницу ниваски и данные инфляция достигла 4 4 процентов базовый индекс потребительских цен также вырос до 4 3 процентов а напомню что токийский индекс это по сути опережающий индикатор общенационального показателя по инфляции если инфляция продолжает активно расти с ней конечно же нужно бороться так же как это делают другие центральные банки ужесточаем монетарную политику поэтому ждем соответствующих решений от банка японии на последующих заседаниях и будучи готовыми к тому что и торик изменится мы шарте пару доллар иена с целями 125 или около того и доллар канадец еще одна позиция в нашем портфеле а цель 132 остается прежней 133 20 сейчас котировки 120 пунктов на нашей цели завтра отчет по ввп канады надеюсь что он не подвезет и выступит дополнительным попутным ветром для канадского доллара ну и самое главное сейчас канадцу помогает конечно же рынок нефти этом собственно все большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии недели всем пока